Шалом 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 для исправления разных людей. Поэтому раскрывал им сверху, какая и чья душа в ком-то находится. И Большем там говорит, смотри, твой сегодняшний вот путь, твое состояние, твоя ситуация, она из-за того, что ты был вот таким. Ты слышал, как люди говорят об этом человеке? Он опустил глаза, говорит, рай бы я в ужас. Пока не забыли этого человека, пока его проклинают, к сожалению, ты будешь терпеть эти лишения. Когда пройдет время, его забудут, ты, может быть, поднимешься. И этот рассказ, я не просто так выбрал его как пример, это учит нас очень многому. Наши мудрецы говорят, что нет ничего выше, чем доброе имя. Царь Соломон говорит, что доброе имя лучше, чем доброе масло, которое человек мажется, наслаждается, оно впитывается в кожу, но потом уходит, улетучивается. Все наслаждения этого мира уходят. И остается имя человека после его жизни, которое передается его детям. И очень часто это имя влияет как плюс или как минус. И вот, как из этого рассказа следует, оно очень часто влияет на какие-то судьбы, каких-то душ, которые сегодня еще не родились. Поэтому мы должны стараться завоевать, купить, приобрести, заработать это имя. Хорошее и доброе имя. Я желаю всем нам с Божьей помощью это имя иметь. Шалом, шалом.